Привет, друзья! Мы находимся на канале MentorBuddy. С вами Артем Негода, ваш покорный слуга. Сегодня мы поговорим о тренировке на широчайшую спину, которую я прорабатываю в межсезонье. Хотя у меня сейчас начинается подготовка к очередным соревнованиям, но я еще не вышел на уровень, поэтому сегодня будет, можно так сказать, несложная тренировка. Я вам расскажу свои основы, так как я расширяю спину, поэтому приветствую вас и идем на тренировку. Итак, первое упражнение это вертикальная тяга блока, можно сказать, стандартное упражнение, которое заменяет подтягивание, хотя на самом деле подтягивание, конечно, ничем нельзя заменить. Функциональное упражнение очень мощное. Но опять же, кто не может подтягиваться, все начинают с вертикальной тяги блока, подбирая веса таким образом, чтобы мы могли тянуть на 15-12 повторений в зависимости от силовой тренировки или проработки мышц. В данном случае я отработал это упражнение. У меня будет сейчас последний подход, я его отработаю в дропсете, начиная с большого веса и закончу более малыми весами на большое количество повторений. То есть, да, последний подход у меня получается около 20-25 повторений. Так что, начинаем. Мы отработали общее упражнение, разогрели хорошо спинку. Сейчас поработаем на ширину подлопаточной части, то есть именно на ширину самой широчайшей, широким хватом, тяга за голову. Делаем 4 подхода по 15 повторений с возрастанием веса. Делаем 4 подхода по 15 повторений с возрастанием веса. В этом упражнении очень важно делать наклон вперед и держать спину. Зачастую за счет того, что не хватает силы, органес выходит назад, поэтому я придерживаю партнера, чтобы он хорошо держал угол и максимально попадал в ширину спины. Следующее упражнение у нас это та же вертикальная тяга, только внутренним хватом. Таким образом мы немножко смещаем амплитуду по спине и дальше работаем на ту же ширину спины. Сегодня я тренируюсь с партнером, зовут Дима. Я так надеюсь и думаю, что это наш один из будущих спортсменов, который возможно будет участвовать в соревнованиях. По крайней мере есть надежда и представление на то, что это все получится. Поэтому будем наблюдать за трансформацией человека. Главное, чтобы он нас не подвел. Не подвел, будем стараться. Как вы видите, сегодня я использую крюки. Можно также использовать лямки. Для чего мы их используем? В принципе, когда мы делаем очень много каких-либо тяг на спину, очень устает сильное предплечье, веса очень большие. И так, чтобы нам не угробить предплечье раньше времени, чтобы мы могли выдерживать хват, держать хорошо ручку, хорошо чувствовать спину, можно использовать всегда какие-то дополнительные вещи, типа лямок или крюков. Кому что удобно. В принципе, нету какого-то определенного там момента, что вот только вот это. То есть, кому что удобно, тот использует. В данном случае мы с Димоном работаем на крюках. То есть, для вертикальных тяг это очень удобно. Например, если тягу в наклоне делать, вот там лично я использую лямки. Мне намного удобнее вертикальные тяги, подтягивания и так далее. Я использую всегда крюки, что снимает нагрузку с предплечья и намного легче тренировать спину. Итак, следующее упражнение в моем арсенале. Это полуверс верхнего кроссовера. Очень спорное упражнение. Мало кто его понимает. И практически никто его не чувствует. Споры идут об этом упражнении постоянно, очень много. Я скажу так, то, что чувствую я. Если мы его отрабатываем во время тренировки спины, и это идет упражнение четвертым, пятым по очередности, я очень хорошо на нем чувствую нижнюю часть широчайшей. Плюс в этом упражнении очень хорошо работают мелкие мышцы по верху спины, которые на сушке потом делают красивый рельеф. То есть это основа, для чего делается полуверс. То, что о нем спорят, он там растягивает спину, горизонтальный полуверс там растягивает грудь. Сколько я вот тренируюсь в 15 лет, вот ни разу не видел толку от этих упражнений, когда его используют каким-то отдельным упражнением, чтобы конкретно прокачать грудь или стоп. Не работает это упражнение, потому что само по себе очень специфическое, и очень сложно его прочувствовать. В комплексе со спиной, как сегодня, его очень хорошо можно прочувствовать. Советую, попробуйте. И отпишите свое мнение по этому упражнению. Но момент один важен, чтобы это было третье-четвертое упражнение по спине, на фоне усталости широчайших. Потом посмотрите, как работает полуверс. Как оно тренироваться с чемпионом Европы? Тяжело. Это самый главный показатель. Тяжело. Ничего-ничего, выживим, выживим. Давай. Следующее упражнение у нас, фу, это обратная тяга с вертикального блока. Это упражнение часто используется на глубину спины, но в данном случае, опять же, когда мы его используем в конце тренировки, это у нас конец тренировки, мы очень хорошо можем прочувствовать низ широчайший, как доработку. Четыре подхода на 15 повторений с увеличением веса будет то, что надо. Чего и вам советую. Редактор субтитров А.Семкин И так, друзья, как мы и раньше говорили, во всех упражнениях старайтесь негативную фазу или фазу расслабления, кто ее как называет, да, замедлять. То есть напрягаем мы быстро, но расслабляем мышцы мы медленно. В таком случае мышцы будут быстрее и лучше реагировать на нагрузку, что немаловажно, как бы, в каче, да. Очень часто люди забывают об этом и в зале делают махами, сбрасывают веса, вот, что недопустимо. Таким образом эффективность тренировки падает очень низко, да. Человек может годами тренироваться, но эффект будет небольшой, да. Когда мы очень плавно отпускаем веса, притом в любом упражнении, это даст вам преимущество, и вы будете намного быстрее прогрессировать. Да, да, друзья. Именно, именно вот показатель тренировки является, ну, примерно такое бездыханное, в данном случае еще вздыханное тело. Ненормально. Вот. Приходится иногда тащить домой, волочить за ногу. Хорошо сейчас снег, лед. Ну, легко тянуть, сам уставший. После окончания тренировки я вам покажу небольшую растяжку, как немножко порастягивать врачайшую спину. Так, наблюдаем, учимся. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, тренировка на спину окончена. Жду ваших комментариев, положительных, может быть, отзывов. Также критику, на которую мы всегда ответим, отпишем. С вами был канал MentorBuddy и ваш наставник Артем Негода. До встречи. До встречи.